Привет народ! Это я, а это пила, которую я недавно купил. Мы ее съездили, забрали с транспортной компании. Это пила Husqvarna 555. Недавно я снимал обзор, мы покупали Husqvarna 545, а она немножко послабее, а эта помощнее пилка. Ту я покупал по заказу, не себе, а эту я решил купить себе, потому что мне та понравилась. И я много-много искал по разным интернет-магазинам, и все-таки нам удалось найти ее по объявлению на Авито. И я благодарен тем людям, которые мне ее продали, прислали. Я очень рад, что у нас все получилось, и люди довольны, и я доволен. Итак, сейчас мы посмотрим, что у нас внутри. Смотрите, вот люди упаковали ее. Вот так. Пересылка обошлась 700 рублей через транспортную компанию ГТД. Я вот даже, если честно, ни разу не пользовался услугами этой транспортной компании. Но теперь я буду знать, что там можно очень недорого даже отправить. Например, я сегодня в офисе стоял и там изучал их пресс-курант. У них есть вот такая вот коробка, чуть-чуть меньше, и по всей России одна единая цена 400 рублей. То есть это очень удобно. А если меньше коробка, то 200 рублей доставка. Сейчас я ее открою. Разматывать я, наверное, пока не чувствую. Мне интересно, что будет находиться. Вот. Хочу обратить внимание на артикул. То есть это вот номер ее 966-01-09-15. Тире 15 означает, что это 15-дюймовая шинка. Вот моделька 555-я, сделанная в Швеции. Это Husqvarna. Одна из пятой серии. Это такие пилы с электронным управлением карбюратора. Сейчас посмотрим. Что у нас внутри. Пахнет, как приятно. У нас инструкция. Чехол для шинки. Шинка сама. Очень сквально. Вот такая вот модельечка. Шинка. На 15 дюймов. И... У нас еще цепочка. Ключики. Шестигранники. И свечной пилочек. Ну, давай вытаскиваемся. Вот она. Мощная. Мощная пилка. Смотрите, какая большая. Мощная. Интересно. Здесь вот так вот открывается. Удобно. Не надо ключа. Это бензиновый пачок. Что-то туговато идет. Что у нее отличительного. То есть, вот, например, предыдущая пилка. Хоскварна 440, вернее, 545. У нее объем, по-моему, 50 кубов. У этой объем 60 кубов. Это мощнее. Но это немножко потяжелее. И... Как бы... Ну, зато мощность тоже. За эту цену, за которую я ее приобрел. Это самый классный вариант. То есть, у меня такой пилы никогда не было. У меня была Эхо. И она сейчас есть. И я ее отремонтировал. Она уже где-то лет 8, наверное, у меня. Эхо 350. Маленькая эта кропилка. На 3,5 килограмма сухого веса. Без шины. А эта весит, по-моему, на 6 килограмм. Или 5 килограмм весит. То есть, можно посмотреть. Что у нас написано в характеристиках. Так. Динаши. Это уже профессиональная шина. У нее полностью алюминиевый картер. То есть, вот этот корпус. Он состоит из алюминия. И... У нее здесь сделаны системы демпфирования. Пружины. Всякие. Вот. Отличительная особенность того, что это все-таки профессиональная пила. То есть, у нее все надежнее. Все железное. Все сделано. Цепи уловитель железный. Пружины железные. Вот эта штука железная. Упор. Здесь у нее вот эти штучки, эти гайки. Они не потеряются. То есть, они вместе с этой остаются прикручены. Маленько потерлась при транспортировке. Видимо, все-таки долго ехала. Где-то тряслась. И ничего страшного. Здесь небольшая потертость. Вот. И с той стороны мелочи жизни. Это все алюминиевая. Вот эта крышка. Тонос. Слегко срабатывает. Сейчас мы посмотрим характеристики. Что угодно тут написано. Объем цилиндра 59,8. Диаметр цилиндра 46. Длина хода 36. Оборота холостого хода. Связь зазор. Свечи зажигания. Емкость топливного бака 650 миллилитров. Насос масляный не регулируется. Шума эквивалент вибрации на передних ручках и на задней ручке. Так. Шестеренка 7 зубьев. Скорость цепи 28,3. Вот. Показатель, что она достаточно мощная. Так. Ну, я вес здесь не вижу. Но вес я так знаю, что вот коробка по-моему 8 килограмм весит. А у той у 545 7 килограмм весила. То есть она на килограмм больше. И интересно, еще у 545 у нее в комплекте шла крышечка для того, чтобы зимний запуск был. Вот сюда вот ставится. Вот такая вот крышка. А у этой нету. То есть она это уже как-то по-другому у нее реализована. Зимняя работа. Сейчас я покажу. где-то я видел про зимнюю картинку. Тут как цепь точить, как пилить. Первый раз запускать, как смазывать шестерево сшитого в сцеплении. Игольчатый подшипок. Масло как разводить сколько надо. На 5 литров бензина нужно 100 миллилитров масла. 1,50 разводится. Интересно, где-то все-таки должно быть написано вес. вот вот эта штука. Вот ее нету. Для уменьшения доступа холодного воздуха. Вот у этой пилы этой штуки нету. А у той 545 она была в комплекте. Моторный вес без сильного полотна. Вот 5,6 килограмм. То есть на 600 грамм она больше. У той 5 килограмм было вес. А у Эхи 3,5 килограмма. 4,5 Ну да, мощная. Сейчас мы с вами поглядим какой у нее фильтр отдых отдых душ Чтобы добраться до возможного фильтра, надо вот эти вот штуки отчелкнуть. Они железные, сверху покрытые пластиком. И вот так вот крышку снимаешь. Вот она. Это вот доступ к свечке. Это компрессионный клапан, который нужно нажать, чтобы легче было заводить. Воздушный фильтр нужно по мере загрязнения очищать. Снимается он вот так. У него очень большая развитая поверхность. Вот. И при желании можно его купить отдельно. Если что-то с ним случится, то он продается. То есть я видел его на Алиэкспрессе. Там наборы продают по несколько таких фильтров. Здесь электроника управляет работой карбюратора. То есть этот карбюратор, он качество смеси настраивает электроклапан. В зависимости от температуры окружающего воздуха. В зависимости от мощности, которая требуется для пиления. То есть нагрузки на пилу. Процессор крутит зажигание сам электроникой. И сам работает на подачу топлива. То есть каждый раз, когда ты ее холодную заводишь, она прогревается. И потом она сама настраивает себе, сколько количество топлива. Или, допустим, ты ее привез в горы. Вот мы, например, часто ездим в горы. И там приходится немножко подстраивать пилку. Она обычная пила, она начинает орать. Когда ей работаешь. А вот эти пилы, они самонастраиваются. Кстати, я писал комментарий. Читал комментарий к предыдущей пиле. Я на всякий случай ссылку сделаю у себя под этим видео внизу. Которую мы перед этим покупали. 545-ю. Там мужик один написал, что вот эти пилы 555-я, 545-я. Они используются на овалке деревьев в Европе. Понятно, что в Европе лес меньше, чем у нас в России бывает. Но, тем не менее, я думаю, что эта пила достойная. И за эту сумму, которую я ее приобрел, это сказочный подарок, если честно. Потому что эта пила стоит в два раза дороже, если ее новую искать по магазинам. Видно, что она долго лежала где-то. Ну, видите, болтики немножко покрылись ржавчиной. Но хорошо то, что ее никто никогда не заводил и не наливал туда ничего, ни бензин, ни вообще ничего. То есть она абсолютно сухая. Вот видно масляный насос, который можно регулировать. Вот он. Единственное, что он в пластмассовом корпусе, ну, я думаю, это не страшно. Потому что вот у Эхо, например, у японских пил, этот насос, он в железном, в алюминиевом корпусе находится. Но здесь это совершенно другого уровня пила. Эхо, конечно, хорошие пилы. Но я не могу пока что себе позволить Эхо покупать в два раза дороже, чем у этой пилы. И тем более, мне, например, было интересно, как себя поведет электронная вот эта. У меня никогда не было с электронным зажиганием. Вернее, с электронной регулировкой карбюратора. То есть здесь нет винтов, ее никак не отрегулируешь, она сама себя регулирует. Так что вот так. Сейчас мы ее соберем. Здесь, кстати, есть какой-то разъем для подключения компьютера, компьютерной диагностики. Но это делается на специальных этих станциях обслуживания. Что мы можем обслужить? Это только мы можем выкрутить свечу, посмотреть зазор, отрегулировать. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Ух ты. Затянутый насмерть. Сильно затягивает. Вот такая свечка. Маленькая, диаметр свечки. Другая, на эхо, другая свечка. Называется CMR-6H. Japan Чего-то там. Типа японская. Зазор вроде бы 0,5. Надо посмотреть, сколько там я читал в инструкции. Проверить. Но я думаю, она на заводе уже сделана, этот зазор. Идеально. Близко находится воздушный фильтр. Крутишь свечку, можно воздушный фильтр оторвать. Будьте аккуратны. Так, как я сейчас чуть не ключом. Кстати, управление этой пилкой происходит одним-единственным рычагом. То есть его вот так вытаскиваешь и вверх делаешь. Это закрывается воздушная заслонка. Как только вспышки появились, надо нажать. Она вниз в рабочее положение. Вот это ее рабочее положение. Включено зажигание. И заводишь, и она заводится. А чтобы ее заглушить, нужно нажать вот так вниз, и она заглохнет. И все. Больше ничего. Здесь устроен праймер. Самое интересное, здесь вот есть окошечко для уровня масла. чтобы видеть, сколько... А, нет, это топливо. Для уровня топлива. Сколько видеть, сколько топлива здесь залито. Так, прикольно. Здесь вот все написано. Краткая инструкция, как заводить. То есть нужно вытащить рычажок, как я показывал и вверх. Потом нажать компрессионный клапан, вот этот. Потом нажать 6 раз на праймер. Подкачать топливо, дернуть. Потом нажать вниз, как я показывал, и заводить. 1, плюс 3, плюс 5, плюс 6. Написано что-то. Ну, на горячую сразу можно заводить. Не обязательно закрывать. Интересная конструкция. Здесь вот применен мотор X-Torque, который работает каким-то там особым образом. В общем, это их новая технология Husqvarna, которая его делает так, чтобы он мало топлива потреблял. Вот так руками. Ну, интересно, что без отвертки ты эту штуку не откроешь пальцем. То есть в лесу, если работаете, нужна обязательно отвертка. Сейчас мы посмотрим, что у нас под крышкой. Как выглядит сцепление. Так вот откручиваешь, и все, и она, крышка, снимается. Главное не забыть разблокировать вот этим, чтобы на себя, чтобы она была не заблокирована, иначе ты не снимешь. Здесь какая-то смазка нанесена, чтобы пружина хорошо срабатывала. Это натяжитель цепи. Он, вот он. То есть это все очень легко и удобно, как на эхо. Также здесь все железное. Здесь уже другое сцепление. Смотрите, вот на 545-й пиле грузики сцепления были без пружин и на скобах на таких. А здесь уже применено, как на эхо пружины. То есть все то же самое. Здесь смазка какая-то. Это, наверное, вылезло от этой самой смазки. Там видно смазку. Видно небольшое количество ржавчины, но это ничего страшного, это фигня. Там вот видно игольчатый подшипник. Значит, его мазали. По-моему, я где-то читал, что игольчатый подшипник мажется через вот это отверстие. То есть это отверстие на валу, и можно прям через него пресс с масленкой закачивать туда консистентную смазку для игольчатого подшипника. Для игольчатого подшипника. Так, колечко какое-то убежало дистанционное. Это вот эти вот дистанционные втулки. Ну, теперь остается только это все собрать, завести и начать эксплуатацию. Эта штука вот резиновая, брызговик для опилок. То есть он продается отдельно, в случае чего это все можно заменить. То есть вот эти запчасти, все, тормозная лента, сцепление, это все продается отдельно. Мощно сделано. Немножко мощнее, чем на той пиле. Пока новая все трудно одевается, но ничего страшного. Это дело техники. Здесь стоят дистанционные шайбы, они немножко мешаются пока что. Пока я их шинку одевать не буду. Мы ее постараемся завести и залить новым бензином с маслом. Здесь вот написаны параметры шума. В принципе, все. Что хочу сказать. Я хочу сказать большое спасибо девочке, семье, которая продала мне эту пиву. Я вам премного благодарен. Большое спасибо. Это очень большое счастье найти такую хорошую пилу за такую сумму денег. Я вам буду благодарен всегда. Большое вам спасибо и до свидания. Всем пока. До новых встреч в эфире. Когда я эту пилу заведу, я сниму еще одно видео, как она пилит, чтобы вы посмотрели. И может быть потом, когда удастся сравнить эту пилу со второй, которую предыдущие мы покупали. То есть 555-ю сравнить с 545-й пилой. До новых встреч. Хирс Вячеслав Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok